Алло, здравствуйте, это социальная служба? Антонина Щербаченя впервые пользуется услугой по доставке продуктов. Раньше, признаётся женщина, в магазин просила сходить друзей и соседей. Купить лекарства и вещи первой необходимости не для всех так просто, как может показаться. Особенно, когда есть проблемы со здоровьем. У Антонины Сергеевны вторая группа инвалидности, а из родственников не души. Многое, что я сама справлюсь, как бы так. Но социальный центр, я знаю про его, что люди очень отзываются хорошо о нём. Это там девочки хорошие, такие сердечные работают, всегда помогут. И когда я обращаюсь, всегда помогают. Это вот правда. Соцработник спешит на помощь. После звонка не проходит и 20 минут. Первым делом уточняет пожелания пенсионерки. Все детали записывает, сколько, где и что купить. Деньги берёт под роспись. После обсуждения деталей направляется на рынок или в ближайший магазин. К нам обращаются пенсионеры, одинокие граждане пожилого возраста. Доставка продуктов, лекарственных препаратов. Мы приходим к людям неоднократно. Кто-то обращается. Кто-то по состоянию здоровья и в связи с эпидобстановкой не может пойти купить продукты. Приносим продукты. Люди очень довольны качеством и обслуживанием нашего центра. Доставка не требует лишних затрат. Услуга бесплатная и безопасная. Сотрудники центра социальной защиты работают в масках и перчатках. Без лишней надобности в квартиру не заходят. После покупок возвращают сдачу и предоставляют чеки. Услуга «Горячая линия» по доставке продуктов питания и лекарственных препаратов, она, на мой взгляд, очень удобна для людей пожилого возраста. Лишний раз не нужно ходить в магазин. Достаточно набрать номер телефона и к вам придёт волонтёр, возьмёт необходимую сумму денег и ваш заказ и выполнит это всё в ближайшем магазине. Горячая линия в центре социальной защиты работает ещё с марта 2020-го. С тех пор зарегистрировано свыше 1380 заявок. Горячая линия центра социального обслуживания. Здравствуйте. Ковидный период стал серьёзным вызовом для граждан, которые находятся в зоне особого риска. Одиноко проживающих людей и инвалидов в стране сейчас около 800 тысяч. В Бобруйске продукты питания и лекарства нуждающимся. Специалисты доставляют по будням с 8 до 17. Телефоны горячих линий на ваших экранах. Ольга Васинда, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.